И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик Долгожданный HTML5 клиент вышел у нас в игре Ну и сегодня попробуем сделать обзор на него Посмотрим, что здесь имеется Чем он отличается от браузерной версии Есть ли вообще какие-либо отличия Поиграем на нем, поиграем в разных управлениях Ну и сделаем какой-то свой определенный вывод Потому что, как вы знаете, совсем скоро HTML будет полностью Доступен для всех, да и по сути он сейчас уже доступен для всех Flash закрывается и остается данная версия игры Которая якобы уже является в полной практически готовности И в какой-то степени будет у нас работать Я не знаю, друзья, как это все будет сейчас выглядеть Но определенно я только-только запустил клиент Ничего больше я здесь не делал И пока все, что я вижу, это обычный клиент Который я видел Давайте откроем на фулл экран Который я видел в браузере Только сейчас он сделан как просто клиентик Такой же самый, как есть на флэше Что касаемо гаража и всех этих параметров Здесь все так же само По битвам Больше режимов Так, список битв Если список битв открыть То здесь, наверное, скорее все так же само Все, да Здесь все так же само Карты есть Название есть Все то же самое Но для меня это определенное что-то непривычное Поэтому Я думаю, что стоит отправиться в какой-то матчмейкинговый бой Я так понимаю, что меня уже кидает И посмотреть, как оно все работает Как вы знаете Я записывал один обзор, если я не ошибаюсь На HTML5 Там было все максимально печально С камерой С этим всей движухой И мне это... Боже, что это? Боже, да, она так быстро поворачивается Это ужас Что это? Это у меня так камера... Это у меня так мышка настроена? Не, ну она поприятнее работает Но... Боже, какая у меня резкость большая Надо ее поменьше делать Боже, это что вообще? Так, давайте поменяем немножечко резкости Потому что это что-то непонятное Часто есть мышь 50 Давайте сделаем где-то около 10 И попробуем вообще посмотреть Что такое мышь в HTML5 клиенте Я не знаю, фулэкран А как фулэкран делать? Алло Алло, как мне сделать фулэкран У вашего суперклиента? Я хочу фулэкран, друзья Я хочу фулэкран, друзья Я хочу фулэкран Не работает Не работает А почему я не могу сделать фулэкран? То есть... Так круто работает, да? Прикольно Я, друзья, пока немножко не в доумении Да, для меня HTML это что-то новое В плане того, что я не фанат вообще всей этой темочки Для меня флэш уже стал настолько привычным То, что я, честно говорю вам Я не готов к переходу на HTML5 Но что я вижу прямо сейчас? Я вижу то, что графика вроде как Даже получше, чем в той браузерной версии Для меня как-то это выглядит все более удобно Что касаемо поворота башни на мышке То я здесь точно могу сказать, что оно приятней Нежели во флэше версии Возможно-таки за счет этого Стоит переходить и играть на ней Давайте я сделаю немножко звук, наверное, поменьше Потому что мне кажется, что там громковато Слышно? Давайте сделаю чуть потише Я вообще не любитель играть с громким звуком Он определенно должен быть, но Он должен быть буквально такой минимальный Чуть-чуть слышно и, в принципе, на этом достаточно, наверное Ну а что касаемо мышки То здесь управление реально удобное Я вам скажу, что Оно выглядит максимально четко Максимально четко Это вот прям вот такой быстрый взгляд Я честно, друзья, не заходил Я честно не чекал, не смотрел И для меня это выглядит максимально круто И то, что я поставил себе чувствительность 10% У меня довольно быстро все крутится Но в плане того, что сама пушка и сама камера Она как-то вот так плавненько все, плавненько работает И выглядит реально максимально круто То есть, если вы мышковод И играете в танки с данного управления То для вас HTML намного круче, чем в Flash Player Что касаемо Нарки Как я уже раньше говорил, друзья Для меня это офигенно непривычная тема И я не перестаю это говорить То, что те припасы, которые здесь сделаны В матчмейкинге Ну да, в матчмейкинге, по сути В HTML-версии Это, ну как-то они Они должны быть ярче Они должны быть ярче То есть, я для себя не понимаю, например Когда у меня там есть нарко, да Если постоянно смотреть На свои припасы И видеть там циферки Там 30 секунд 5-10 осталось И то ты тогда отлично понимаешь Да, через сколько у тебя будет эта нарко появляться Но если ты особо не следишь за этим И когда у тебя цвет является Ну, мягко говоря Такой затемненный Ты особо даже и не понимаешь Есть у тебя там эта расходка уже Ты можешь ее прожать Не можешь ты ее прожать И для меня вот Если кто-то из разработчиков Вообще смотрит видеоролики Для меня было бы приятней Если бы сделали эти припасы Такими же яркими Которые являются в флешплеере Это, наверное, вот прямо Сразу резкий минусик Который я могу выделить Ну, а дальше Что касаемо управления То здесь Мне на мышке реально все нравится Друзья Я даже не хотел Я сегодня хотел в данном видеоролике Поиграть на двух управлениях Но сейчас я отлично понимаю Что с клавиатуры Даже не стоит здесь ничего обозревать То есть, если на мышке Настолько все комфортно Значит, на клаве там По сути ничего не меняется И камеру Наконец-таки Наконец-таки Эту камеру сделали Приятной для игры на мыши И в общем и целом Только вот я не понимаю Почему мышка А, она уходит Из-за того, что я Я понял Из-за чего она уходит Но вот единственный моментик Только я не понял Что случилось с моим фулэкраном Я думаю, что я сейчас выйду с катки Сделаю его Как мне надо Ну и то расположение Которое имеется Тоже как бы непривычно Все это дело В какой-то степени Не совсем понятно Где у нас Какой счет Но это дело привычки Наверное В какой-то степени Я повторюсь Что я через html Даже браузерную версию Там играл Грубо говоря Одну-две катки Бывало Заходил Чисто Почекать интерфейсик Да То есть там Посмотреть На то Как выглядит В контейнерах Там Сколько у меня призов Например Осталось Там Или еще что-то Но так по сути Я в матчмейкинге Не играл И Сейчас я могу сказать То что в принципе В принципе Все сделано Довольно таки Неплохо Непривычно Но в принципе Утопно Да И Мышка мне реально нравится Я не знаю Что здесь можно было бы Добавить по этому поводу Но Единственное Что я могу сказать Это то что В этот html Мне реально Захочется поиграть Из-за того Что здесь Настолько комфортное управление Насколько плавно Все идет Просто ужас Цифры все эти Непривычные Да Все сделано Как-то Мультяшно В какой-то степени Если бы Эта графика Была бы Немножко другой Мое бы мнение Было бы по этому поводу Просто максимально Положительное Но так как Являю Имеются Такие какие-то Непривычные Для меня моментики Я не могу Прямо на 100% Сказать что это круто Полноценно Во всех аспектах Да Это так Быстрый вброс И быстрый взгляд На все это Происходящее То что сейчас имеется Понятное дело Что я тут Немного мажу Не особо Нагибаю Но В плане Управление Все выглядит Максимально круто И возможно Мне даже С этой солнцой Надо еще Немножко Поиграться Посмотреть Может быть Какую-то Более комфортную Найти Но это я думаю Что явно Не в этом видеоролике Будем все дело Делать и смотреть Катка Как-то длится Очень долго У меня такое ощущение Как будто я катку Эту играю Уже в вечность Что касаемо Таба Кто не знает Друзья То здесь видны Все резисты Противника Также желтым Выделены резисты От самого себя Ну то есть Противник Если имеет резист От вас То он выделен Именно желтым цветом В этом плане Есть определенные Удобства И такого На флэше У нас нет Далее нажимаем сюда Далее нажимаем сюда Отмена Блин А я не смог выйти Надо сейчас выйти с катки Перейти в полноэкранный режим Я надеюсь Что у меня с него Не будет сейчас вылетать И он будет полноценно работать Ну и давайте Скатаем еще один боечек Посмотрим вообще На всю эту работу Ну и Сказать вам Что я доволен С тем Что все заканчивается С нашим флэшом Ну я бы так не сказал Да приятно Когда у тебя нет крит ошибок Да приятно Когда ты можешь Комфортно играть С С тем С тем чувством То что тебе не надо Будет там Вылетать с катки Через 10 секунд Да Потому что у тебя там Кританет Или еще что-то Произойдет Когда ты отлично понимаешь Что ты можешь Комфортно играть При том Что наконец Повторюсь Я уже не знаю В который раз Исправлена эта Камера В игре И все выглядит Максимально Комфортно И удобно В этом плане Это радует Глаз И за это Стоит наверное В какой-то степени Даже риск Утрануть Ну а что касаемо Графики Да Я не согласен Немножко с нею И почему нельзя Было перенести Ее с флэша И сделать Ну максимально Наверное Похожей Схожей Дабы Не надо было К новым Вещам Привыкать Например Привыкать К тому что Расположение Теперь Очков Твоих Я имею ввиду Очков Именно команд Написан счет Время Почему она поменяла Место расположения Наверх А не оставлено Было так же В правом углу Зачем это все делать Ну для чего Для чего Менять такие Какие-то параметры К которым игроки Уже полноценно Привыкли Для чего Менять например Цвет расходки Изображение Все этой вещи Для чего Если ты Уже давно А что у меня с мышкой Опять у меня отключилась Я не понимаю А я типа в тап Перехожу Она у меня отключается Сход Блин Ну не совсем приятная вещь Для чего Что-то менять То есть я вот Такой человек Который когда Привык к чему-то одному Да И полноценно На нем играет На каких-то Определенных вещах Да Мне уже не хочет Не хочется Переучиваться Там Учиться Чему-то новому Но происходит Смена Клиента Да Оно в какой-то степени Неизбежно Уже Потому что Как вы знаете Скоро флеш Полностью будет закрыт И проект В плане развития Думает о том Чтобы Переходить на что-либо Уже сделали Вот этот Вот html клиент И Все вроде бы нормально Но для чего Делать эти изменения Я честно говоря Не понимаю Можно было полноценно Оставить Все то же самое Да Окей Апгрейд Таба Это круто Но Для чего Сводить Весь html К Версии Которые Имеется У нас В телефон Как по мне Это не совсем Круто Не совсем С точки зрения Проделанной работы Видно Потому что Ну я понимаю Что если Такое сделано В Мобильной версии Значит И по сути Акцент идет Сделанной работой Уже Ну То есть по сути То же самое То же самое То есть У тебя есть Мобильное приложение В которое все так же самое Сделано И так же самое Все сделано В html5 клиенте То есть Доработки в этом плане Минимальны Минимальны Возможно Это с какой-то Точкой зрения Даже Лентяйство Я бы сказал Не знаю Почему мне так кажется Но мне кажется Что переделать С Мобильной версии html На Полноценную Компьютерную версию Да Притом Не изменив Никакие параметры Да Которые были сделаны У нас в телефоне Это значит Что Ну Не особо там Много чего Надо менять Для чего Делать эти изменения Я честно говоря Не понимаю То есть Для меня Это не утром Да Круто Что работает Мыш Круто Что Все Работает Именно В плане Производительности Все Все Круто Я кстати Не знаю Как оно Будет Работать На Слабых ПК Друзья Если у вас Слабый Компьютер То Напишите По этому Поводу В комментарии Нифига себе На мышке Перевернулся Это походу Был мой Один из самых Первых Переворотов На мышке За это Я думаю Что стоит Поставить лайк Это прям Что то Бомбовое Бомбовое Определенно Для чего Делать Такие вещи Я не знаю Честно То есть Мне в этом плане Будем Полноценно Про Флэш Плеер То Я вам могу Сказать Одну простую Вещь Рано или Поздно Это должно Было Случиться И Сказать Что от Этого Проект Потеряет Большое Количество Своей Аудитории И игроки Не будут Переходить На флэш Я в Какой то Степени С вами Не согласен Даже Вот сейчас Зайдя На этот Флэш Вернее На этот HTML5 Да С флэша То есть Я забыл Просто забыл Понимаю Что я буду Играть Через эту Версию Знаете Почему Как вы Знаете Я В последнее Время Начал играть На мышке И Когда я Вижу Что Здесь Управление Для Мышководок Сделано Намного Приятнее Ну вот Просто Я вот Сейчас Крущу Мышкой И все Идет Плавно Просто Идеально Вы не Понимаете Вы просто Не представляете Насколько Это Кру Насколько Это Кру Серьезно Что Оно Сделано Грамот Да Надо Будет Привыкнуть К каким То Моментикам Но В общем И целом Все Выглядит Довольно Таки Достойно За Эти Две Катки Не Сказать Конечно Что Я Сделал Тут Великолепный Обзор Но Какой То У нас Определенный Он Получился Извиняйте Конечно Друзья Что Если Какие Моментики Не Понравились Я Немножко В Какой Степени Сейчас Некомфортно Чувствую Поэтому Такой Полноценный Может Не совсем Полноценный Обзор У нас Получается В этом Плане Ну И Что Касаемо Друзья Табов И Прочих Вещей Это Круто То есть Например Для Тех Ребят Которые Играют В Киберспорте Которые Участвуют В Турнирах Когда Вы Открывается Сейчас Табчик Вы Сразу Видите Все Риски Сходу Сможете За счет Того Что Вы Видите Отчего Там Резистор Надо Взять В этом Плане Все Круто Тебе Не надо Думать О том Что Он Неправильный Ну Ладно Очень страшно Там Хотя бы Парни Откинуло Тебе Не надо Думать О том Какой Резистор Искать Кого Ты Таб Открыл Увидел Ага От меня 5 Резисторов Так Отчего Резисторов Нету От Гаусса Там Есть Резисторы Например Хоп Нет Резисторов Там Аджи Илих Там Мало Два Резисторов Всего Против Аджи Максимально Удобно Максимально Практично Все Сделано И Что Тебе Еще Больше Надо По сути Больше Ничего Не Надо Ты Можешь Полноценно Играть И За счет Этого Быстро Делать Переодевалки Это Довольно Облегчающая Вещь Которая Сделана Довольно Приятненько И Сказать Что этот Клиент Сейчас Лучше Чем Флэш В какой-то Степени В какой-то Степени Я не могу Но Определенно Плюсов В нем Достаточно У нас Имеется Если подвести Итог У нас Имеется Более Полноценная Камера Крит Ошибок Я не видел Я не знаю Если я записывал Видеоролики Подобного формата У меня Во флэше Как минимум Один крит Точно Есть Точно Есть Вот 100% Я даю Что один крит Есть Я не знаю Напишите По этому Повторю Кстати В комментариях Имеются Ли на html5 Версии Криты И вам Надо Обновляться Перезаходить И все Прочее Если Надо То Напишите Я Пошли Не шарю Ну а Так Я В какой-то степени Даже доволен Я думал Что Сегодня Когда я Запишу Этот видеоролик И когда Впервые Зайду В html5 Клиент Я думал Что я Буду Ужасно Много Хейтить Прям Бомбить Агриться На какие-то Моменты Которые Будут Опять Недоработаны Опять Незделаны Но Я Даже В какой-то Степени Поражен От Того Что Мне Все Нравится Я Полноценно Даже В Видосах Предыдущих И в На стримах Говорил О том Что Я буду Искать Замену Флэшу То есть Я буду Пытаться Играть На Каких-то Там Клиентах Дополнительных По типу Там Тонко Или еще Что-либо Дабы Не играть На этом Флэше Потому что Вернее Дабы Не играть На этом html5 Потому что Он Неудобный Но Сейчас Я вам Скажу Что На этот html Можно Полноценно Переходить Поэтому Скачивайте Клиент Ссылочку На него Я оставлю В описании Если вы Еще До сих Пор Не знаете Где Его Скачать Как Его Активировать И все Прочее Ссылочку Я оставляю В описании Переходите Скачивайте Начинайте Катать Ну и Мышководом Я могу Сказать Что Это Обновление Очень Достойное Для вас Друзья С ним Полноценно Намного Удобнее Играть Вот Такой Видеоролик У нас Сегодня Друзья Получился Если Он вам Понравился В какой-то Степени Обязательно Не забывайте Прожимать Лайк И Я думаю Что Какую-то Определенную Критику Вы можете Также Высказать В комментарии Если вам Что-то Понравилось Что-то Не понравилось Но Как-то Так Я видел Для себя Этот HTML И Наверное Не совсем Конструктивно Я все На это Дело Рассмотрел И посмотрел Наверное Из-за Того Что Я Немножко Был шокирован Немножко Был шокирован Откровенно Говоря Я Не такое Хотел сегодня Увидеть Я поражен Всем спасибо Друзья За просмотр Всем удачи И всем Пока Продолжение следует